да привет здорово что написал как раз интересно было послушать что за кейс вот если расскажешь будет очень прикольно да ну если коротко просто закрыли раунд который планировали единственное сделали скидку хороший инвестор потому что он зашел одним чеком а что продавал что упаковал расскажи немножко ну упаковал привлечение инвестиций платформу в том числе по презентации которые мы с тобой разрабатывали и я вместил на платформе вот соответственно там так как у нас есть база инвесторов которые приходят периодически от разных проектов и нашего маркетинга короче прям часто заявки оставляют и оставил человек одну заявку на платформе как раз при по инвестициям в платформу то есть у нас есть проекты там села тоже и наша платформа в контексте немножечко тогда что у тебя есть платформа которая помогает предпринимателям продавать свои бизнеса ну как части бизнеса привлекать инвестиции у тебя юридическое сопровождение есть и есть инвестор пул инвесторов кому вы можете демонстрировать и получается там выпускаются акции безопасно все для человека то есть и привлечение да и можете еще как-то улучшить бизнес каким-то образом внутри платформы и безопасность там юридическое там с акциями все включено да по сути и вы эту платформу тоже сами упаковали на своей же платформе сделали да ну да да привлекли прикольно а что вот расскажи пожалуйста про ну вот вот вы разместили эту всю историю да что пришел инвестор что он спрашивал что сказал как вот процесс шел ну там вообще было так он просто оставил заявку на 3 миллиона пообщались вот мы сами хотели там акционироваться сейчас делать аошку собирать от большого количества инвесторов ну в общем как все проекты да действовать вот мы с ним обсудили он говорит слушать ну я типа готов там на какую-то большую сумму зайти готов ждать когда вы акционируете я сказал давай не будем ждать типа давайте просто вы нам раунд закроете весь и все у вас есть зачем нам зайдете в оошку сейчас пока и все пока не будем санироваться не будем с кучей инвесторов привлекать вот но он сказал ну давайте дайте мне какое-то предложение вот начали с ним обсуждать ну он короче в итоге там просто попросил большую скидку но с трех миллионов поднялся до 12 с половиной час и там около ну короче под какой-то проект он готов еще выделить там 2.5 или лучше в зависимости от того что там за проект будет в плане там какое-то какое-то мероприятие провести там я не знаю какую-то встречу организовать что-то еще еще он такие подпроектную какую-то деятельность тоже готов выделять то есть он внес какое-то количество денег там около 12 миллионов сразу еще сказал что будут проектные какие-то активности по сути он будет первым инвестором, который будет дальше вкладываться. Ну, да. Круто. Слушай, а расскажи про платформу, может быть, сейчас нас ребят тоже посмотрят, кто хочет разместиться у вас на платформе, что дает платформа, в чем основные смыслы, что вы туда добавили, что она так стала классной, что человек пришел, там сразу инвестировал, что его привлекло, что вы даете инвесторам? Ну, помимо того, что мы отбираем прикольные проекты и инвесторам даем отобранные классные проекты. Проекты у нас все акционируются, это все акционерное общество. То есть вы меняете форму, получается, ну, первые отбираете, да, чтобы они были какие-то не скам, значит, делаете акционерную, чтобы можно было разделить на части, так. Да, соответственно, это упрощает возможность продажи акций онлайн, не нужно нотариусов это все делать, это упрощает вход-выход для инвесторов будущий и дает возможность, а это очень важно, выйти на IPO через три года, потому что именно требование постбиржи, чтобы это было акционерное общество, которое существует уже в этой форме более трех лет. То есть готовите, получается, к IPO сразу? Да, проекты сразу готовы. Соответственно, это и дает инвесторам такие плюшки, что они действительно смогут заработать кратные инвестиции, там не воздушная какая-то история, да, что когда-нибудь мы там вырастим, и вы сможете выйти, и может быть нас тут и купят, а конкретно проекты, которые стремятся к IPO, и на IPO инвестор сможет выйти, заработав свои иксы. То есть вы сразу ведете трек на три года к IPO последовательно, да, вы смотрите проект и туда выводите. Круто. Да, акционируем, извини, да, перебью, акционируем, проводим раунды на платформе, это как бы при IPO получается. Среди своих там инвесторов, которые как раз смотрят, наблюдают, да, первично? В том числе, ну, там по маркетингу это вообще отдельно большая история, есть там своя база, есть какие-то фонды, клубы, которые вахнут платформы, и есть перформанс-маркетинг там, и сам проект может тоже это сделать. Вот, соответственно, да, ведем проект потихонечку через при IPO на платформе, может через несколько раундов, и постепенно выводим на именно IPO. А какие объемы вы берете, или вообще какие проекты вам интересны? Потому что ко мне иногда обращаются ребята, ну, это не моя профильная деятельность, да, я там консультациями занимаюсь, ну, там, как вас, еще какие-то другие компании. Вот, но у меня некоторые ребята говорят, вот, помоги найти инвесторов. Я говорю, ребят, я там этим не занимаюсь, я бы их к вам отправлял, говоря, что вот у вас есть вот эти вот опции, да, юридические, там, все как надо сделано, и плюс у вас еще есть пул инвесторов, которым можно показать ваш проект. Вот кого к вам стоит отправлять, да, кого не стоит? Ну, мы, на самом деле, сейчас сфокусированы на действующих бизнесах, то есть это не стартапы, стартапы пока мы не берем, вот, может быть, в перспективе когда-то, но есть другие платформы, которые любят стартапов, и можно пойти туда, мы не одна платформа. Какой действующий бизнес может быть? Ну, давайте скажем так, что сфера практически любая, это супер индивидуально, потому что ты понимаешь, что там каждый бизнес это такая... Но это может быть и онлайн, и завод какой-то, Да, это абсолютно так, может быть и онлайн, и завод, и какой-то отель, и медвижка там какая-то у ребят, и что-то еще, много чего, но все-таки, чтобы это было что-то действующее от фаундеров с опытом, иногда приходят стартапы, но там ребята под стартапом, подразумевают, например, открытие там нового завода, опыт в строительстве которых у них уже есть, например, да, то есть такое можно, такое можно как стартап рассмотреть, но от людей, которые уже имеют крутой трекшн, да, крутые результаты. Проверенная модель и команда должна быть, да, уже? Проверенная модель, команда, в идеале, конечно, выручка там, ну, от 50, может, миллионов в год, но лучше там от 100 и выше, да, вот выручка уже будет интересно инвесторам, это будет интересно платформе. Круто. Это будет хороший трекшн для того, чтобы ввести к IPO. А можешь рассказать пошагово, если к тебе приходят, ну, давай возьмем какого-то клиента, давай, ну, не знаю, завод какой-нибудь приходит, пилит доски слэба, например, или что-нибудь, вот у него там есть оборот, есть там клиенты, и вот ему стоит размещаться, если да, то что вы с ним сделаете, какие вопросы зададите. У меня просто друг как раз сейчас ждет, я ему рассказал про этот кейс, говорю, пойду сейчас поговорю, он говорит, вот у меня завод есть, можно что-то сделать, спроси, я вот спрашиваю. Ну, во-первых, мы с ним сначала встретимся, и там часочек мы с ним поболтаем вообще о его целях, о его там вообще текущих задачах, зачем ему инвестиции, какую сумму он хочет привлечь и так далее, мы все вытащим и поймем, ну, тут мэчимся мы или нет, потому что... А какие обычно бывают, скажи, вот, ну, тебе приходят же разные, что у него, у людей обычно бывают, какие цели? Ну, смотри, конечно, приятнее работать с теми, кто хочет что-то глобальное построить там и на всю Россию, и, может быть, в мир. Масштабный какой-то проект, да, не просто окэшится там. Да-да-да, ну, то есть вот как раз к нам, говоря, приходит человек, там, у него есть три автомойки, и он говорит, хочу четвертую, и там 15 миллионов рублей мне нужно, готов делиться 50 процентами в ней инвесторам. Вот, мы объясняем, что смотри, ну, не, как бы не пуша, но спрашивая, да, узнавая у него, а вот вообще, а зачем тебе вот эти три-четыре автомойки, вот что ты хочешь там? Он говорит, не, ну, конечно, хочется там построить что-то глобальное, какой-то проект, и тогда мы с ним смэчимся, тогда мы вам объясним, что смотри, ну, у тебя есть бизнес-модель рабочая, у тебя есть три уже автомойки, ты хочешь четвертую, но зачем тебе сейчас четвертую? Привлекай на, например, там, какую-нибудь управляющую компанию, которая будет эти франшизы автомойок по всей России, что тамповать, и у тебя будет тысяча через три года, и ты выйдешь на IPO, привлекая инвестиции все это время на платформе у нас, и масштабируясь действительно в какой-то крутой, крупный проект. Вот зачем тебе просто сейчас четвертая автомойка? Давайте сразу что-то. То есть вы его поднимаете на уровень дальше, который он пока не видел, да, он мыслит категории автомойка еще одного юнита, да, вы говорите, давайте управляющую компанию построим, и вы помогаете ему в том числе это сделать, что он не знает, или как? Да, а дальше уже, если у него есть как бы желание, согласие, и он цель, действительно, ну, она его зажигает, тут уже все дальше легко. Мы его акционируем, сделаем его акционерное общество, упакуем это все в одну единую холдинговую структуру, которая выпустит акции, и будет постепенно выпускать до там IPO, проводя раунды на платформе, привлекая инвестиции на вот этот масштабный проект, чтобы это было интересно и ему, и инвесторам. Потому что просто открыть четвертую автомойку не интересно никому, ну, таких миллион на авито. Согласен, согласен абсолютно. Вот ко мне тоже ребят там приходят, говорят, вот мы там, не знаю, там делаем какие-то сервисы, такси, еще что-то, там, акциями торгуем, говорят, ребята, какая у вас, ну вот мы самые лучшие, а как люди узнают, ну вот мы просто вот там самые классные, прикольно. И получается, вот у тебя одна из главных задач, показать собственнику, что у него, кроме того, что вот он сам видит, есть еще другая тема, большая, вот, вот, как айсберг, да, там под водой еще много всего, это все про него, и вы вытаскиваете это в том числе. Да, да, это вот самое первое начало работы. Вот ты говоришь, как мы их отбираем, мы отбираем тех, кто вот готов идти в большую масштабную работу. Но они сначала могут этого не знать, да? Конечно, да, они могут просто прийти и искать. Супер, хорошо, а как мне тогда проверить, у меня, если вот у меня есть бизнес, да, насколько он масштабируем, скажем так, то есть я сам должен проверить, либо я должен к вам прийти как-то на консультацию, ну, например, вот, не знаю, вот у меня студия дизайна, могу ли я масштабировать, я не знаю, вот я послушал там подкаст наш, вот там что-то рассказывают умные ребята, да, а что делать-то? Мне к вам идти, либо самому какой-то чек-лист, как ты считаешь? Ну, наверное, ты сначала задумаешься о том, в принципе, об инвестициях, ты к нам придешь уже на инвестиции, скорее всего. Да. Значит, у тебя какая-то есть мысль, как это все можно развить, потому что инвестиции равно развитие, оно... Ну, вот хочу мировую компанию, например, вот вижу, что вот у меня везде офисы филиала, знаешь же, как у меня бывает, ну, как условно у меня, да, вот как бы возьмем такой портрет клиентов, с которыми я просто общаюсь с многими ребятами, говорят, я хочу, чтобы вот в каждом горе у меня видение такое есть в каждом городе или там в каждой крупной стране, там Нью-Йорк, допустим, там Токио, Россия, Москва, Париж, вот у меня везде представительство, я вот там вот летаю, общаюсь с премиум клиентами. Для этого, как я хочу, как бы свою работающую компанию, которая у меня уже работает хорошо, масштабировать. Вот у меня такое видение. Дальше вообще ничего не понимаю, что делать. Ну, вот, соответственно, уже прозвучало слово масштабировать, значит, можно это уже вытащить, как именно можно... Это к вам, в общем, приходить, да, и вот с такими задачами к вам. Приходить будем уже разбираться, да, как на инвестиции можно все масштабировать. Отлично, отлично. Все, кто смотрит, у кого есть такие проекты, на масштаб можно прийти. Супер. Хорошо, вот, допустим, мы пришли, мы поняли. Давай, ну, какие-то основные шаги, да, которые вы будете делать дальше, как вы дойдетесь там до IPO или вот что еще нужно будет делать? Сколько вкладывать может быть или не надо вкладывать, или как это вообще происходит? Ну, глобально это юридическая и маркетинговая составляющая всего этого процесса, да, это вот две части, то есть юридическая, это, понятно, вот эта упаковка в акционирование, выпуск акций, доп.эмиссия, правильный устав, правильно акционерное общество, там, акционерное соглашение с инвесторами, это все мы разбираем, у нас команда юристов на эту запросу есть, и тут как бы тут все понятно, легко, мы 20 проектов уже там акционировали, и на разной стадии они там размещаются на платформе. Вот, мы тут поможем, подскажем, да, это стоит денег, но, соответственно, индивидуально уже там пообщаемся, поэтому... Ну и на это можно инвестиции там тоже привлечь, получается. Да, да, можно вообще, в принципе, привлечь первого инвестора, который тебе все акционировал, выпуск и маркетинг тоже оплатит. Просто, да, ты побольше либо долю отдашь, да, получается, либо заплачешь сам уж как хочешь. Да, да, ну, даже, в принципе, и не больше доли отдашь, может быть, и просто начнешь с каких-то простых действий, которые уже мы разберем на маркетинге, и это вторая часть. У нас есть эксперты, там, привлеченные, которые помогут разобраться, как вообще сейчас первый раунд закрыть быстро, как потом выстроить стратегию на следующие раунды, ну, то есть, по сути же, на самом деле, вот просто для примера тебе расскажу, как это может быть. Например, там приходит к нам маркетплейс строительных материалов и говорит, я хочу привлечь инвестиции на масштабирование. Мы его там все упаковываем и с точки зрения маркетинга говорим следующее. Смотри, вот тебе там сейчас небольшой раунд нужно закрыть. У тебя есть уже на твоем маркетплейсе поставщики. Небольшой это какой? Ну, сколько там примерно обычно бывает первый раунд? А, ну, что-то они там 20 миллионов. Ну, небольшой, да, действительно там. Это 10 миллионов, это вообще, наверное, минимум, с которым стоит идти в эту историю, потому что расходы просто довольно-таки высокие. Подготовительные, да, изначально. Поэтому лучше миллионов от 20 начинать, ну, и дальше до бесконечности. Вот, соответственно, у него есть поставщики, есть клиенты, и мы первым делом говорим, слушай, давай мы тебе сейчас нормальный поставим питч, правильный, ты пойдешь, прозвонишь свою записную книжку со всеми этими поставщиками, которые уже с тобой работают, уже тебе доверяют, уже знают, что этот проект рабочий, бизнес-модель рабочая, и они сами являются его клиентами. Ну, то есть они понимают вообще всю модель. Просто пройдись, позвони и скажи, ну, вот, заходите ко мне, у меня акционерное общество, акции, доли там и так далее, вот так вот мы вырастим, и вы понимаете мой бизнес, потому что вы мои клиенты, вы мои поставщики. То есть, по сути, ваша задача вот взять то, что у него есть, помочь ему сделать там какую-то базовую питч и презентацию, и оформить это, чтобы кто захотел деньги вложить, не просто там наличие, как ты передавал или по счету, да, а через акцию уже официально. Да, 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 да. Ну, а это так закрываются в основном просто первые раунды, небольшие суммы, да, а дальше уже можно включать там перформанс-маркетинг, когда ты уже там в контекстную рекламу, в телеграм-каналы, в таргет, куда ты еще-еще вкладываешь, уже у тебя система это работает, и, в принципе, так, знаешь, такой, у тебя выстраивается финансовый некий отдел по привлечению инвестиций, да, внутри компании, и постоянные эфиры. С тех денег, которые ты привлек уже, по сути, да, ты уже начинаешь эту тему раскручивать. Да, 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 и вот так постепенно ты становишься в этом экспертом, ты умеешь привлекать инвестиции, и уже можно идти в историю с IPO, потому что, по сути, вот общаясь со всеми экспертами, кто вообще занимается IPO в России, сейчас концепция та же самая. Вот они также рекламируются в телеграм-каналах, они также там рекламируются в всяких соцсетях теньков, брокеров и так далее, и так далее, и там подогревают интерес к IPO. Ну, то есть, в принципе, размещение на платформе это такое IPO. Привет, IPO. Мать, да, и не зря оно называется при IPO, потому что все очень похоже. И, по сути, тогда через три года ты три года греешь людей, да, уже когда-нибудь, ну, все, когда уже можно, и вот все знают, через три года можно будет покупать, и, скорее всего, тот инвестор, который первый вот эти вложился, вот эти вот там 10-20 миллионов, он как раз-таки повышает свое вложение там во много раз, потому что уже все подогрето. То есть, по сути, нужно разложить на три года, как будет вот этот запуск длиться, где будут подогреваться, в хорошем смысле слова, зрители, и, ну, компания же тоже не будет стоять на месте, она тоже будет выполнять обязательства и расти. Да, да, подтверждаю еще раз, что первые инвесторы тоже заработают, и те, кто зайдут на IPO, соответственно, тоже, то есть, она будет расти. Слушай, очень здорово, очень здорово, классный проект, будем тебе отправлять, здорово, что ты рассказал. Расскажи немножко про, давай, может быть, как вот мы там составляли, да, немножко какой-то отзыв такой небольшой, дай, будет тоже полезно мне, как мы там общались, было ли, что мы делали, да, вот как, зачем обратился, что упаковали по итогу. Да, я обратился как раз с историей того, что как мне упаковать платформу для инвесторов, не до конца тоже было понимание, мы брались там за всех, за все, и, ну, короче, это просто, как сказать, тоже стартап внутри стартапа. И обратился я со следующей просьбой, что, типа, хочу привлечь инвестиции, как мне это правильно упаковать. И как раз тогда, в тот момент у меня выкристалило вот это понимание того, что как раз IPO и то, что мы делаем при IPO, а не просто раунды собираем, не то, что просто привлекаем инвестиции, а именно то, что мы компания, которая выводит проекты на IPO. Вот это мы с тобой обсудили, вот это меня зажгло прям очень сильно, ты еще поделился крутым контактом, знаешь. Да, 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 наш знакомый. Да, выводил компании на IPO, я с ним пообщался, он мне тоже, вот это все я от него узнал, там, да, и он экспертом, кстати, платформы, там, мы с ним сотрудничаем. А, стали, да, сотрудничать? Круто, круто. Да, ну, мы пока еще не запустили там какой-то проект, планируем, вот, ищем первую там, клиентовую самую компанию, которую можно вывести уже. Ну, прекрасно, да, здорово, когда ребята там, контакты срабатываются, очень хорошо. Так, и получается, что вот упаковали, дальше расскажи еще. Да, да, и как раз вот эту историю мы упаковали, то, что мы при IPO платформе, мы проводим раунды до того, чтобы вывести компанию на полноценное IPO на бирже. То есть у нас происходит весь этот трекшн, мы поддерживаем проект на всех этапах, с юридической, с маркетинговой, там, и в том числе даже такие вещи, там, как вытащить вот эти цели, там, да, такой некий менторинг платформы. Вот, соответственно, это все упаковали и разместили, ну, везде, где только можно было, скажем так, в том числе на сайте платформы, вот и так, в принципе, пришел инвестор, прочитав все это, заинтересовавшись и приинвестировал в это. Круто. Ну, в общем, вы сапожники с сапогами, да, это самое главное, потому что многие там напридумывают сказок разных, там, выкладывают, и это тоже хорошо, да, в какой-то степени, но у вас уже получается проверена гипотеза, вы сами себе привлекли, сделали, и, по сути, дальше можете помогать другим людям. Да, ну, мы до этого тоже это делали, это просто на себе привели, это тоже эксперимент. Ну, да, да, тоже прикольно, кейс. Слушай, здорово, спасибо, что поделился, очень круто, вот, желаю вашему проекту, вам удачи. Если тебе что-то еще сказать, кому к тебе стоит обращаться, приходить? Ну, как раз ищем классные проекты, ну, и, соответственно, инвесторов, если вы хотите вот такие отобранные проекты получить, которые с этими фаундерами, с классными целями, и то, что вы можете заработать на выходе на IPO, тоже, конечно, приходите, посмотрите, что за проект. Григорию, спасибо, да, ссылочку под этим видео положу, поэтому, если вы, инвесторы, хотите выгодно вложиться на IPO, то есть есть проверенные точно ребята, то есть, ну, мои знакомые точно, и вот с Григорием тоже хорошо общались, и платформа классная, с точки зрения там инвестирования можно с ними посмотреть, куда правильно вложиться. И также, если хотите тоже привлечь инвестиции, да, в свой проект, там, от сколько там, 10-20 миллионов и до бесконечности, то тоже можно приходить и с ребятами тоже пообщаться. Супер. Мне было очень приятно, что ты мне написал, потому что классно, когда там получается, и потом, ну, люди хотят поделиться, это всегда здорово, какая-то история. Вот, надеюсь тоже на дальнейшее сотрудничество, привлекайтесь, нужна будет моя помощь, тоже с удовольствием пообщаюсь, как вот вы в клуб на меня приглашали пообщаться. Да, да, да. Все, спасибо тебе. Спасибо, спасибо, пока. Пока-пока. Спасибо. Спасибо.